Всем привет, с вами Лудный Мур и добро пожаловать на рубрику интересные проекты Space Engineers. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь вам предыдущий выпуск понравился, сегодняшний тоже будет довольно интересный и нас ожидает очень имбовая и интересная постройка такая. Итак, с нами Chain Gun Clamer Tank, то есть вот такой вот интересный танк, который имеет очень много родственного со вчерашним проектом, а это вообще-то гусеницы, система гусениц здесь вот просто идеально выполнена, кстати, по бокам также у нас имеются турельки, которые будут защищать сие творения, просто-просто что-то с чем-то. Это замечательный танк, но здесь есть одна оговорочка, то что данный танк замечательный и был замечательным, пока как бы наши разработчики не обновили игру и из-за этого некий функционал сломался. Но я думаю, что его отрегулировать, конечно, можно. Я, если честно, ребята, не пытался это сделать, потому что я уже не сплю вторую ночь и, само собой, потратить на это время... Нет, я пытался, но у меня не вышло, грубо говоря. Я надеюсь, что у вас выйдет и все получится. Давайте же рассмотрим данный танк, как говорится, со всех сторон, а потом залезем внутрь. У нас здесь есть очень даже такой культурный трап. Да, культурный трап. Трап мне очень нравится. Устройство из маленькой решетки. Нажимаем. Открывается наша, собственно говоря, рампа, которая нас опускает внутрь. Что мы можем внутри увидеть? Внутри тут целая система управления, на самом деле, данным танком. То есть, Propulsion. Propulsion это автоматическое движение вперед. То есть, мы его нажмем, а наш танк начнет ездить. И мы окажемся внутри, то есть, он будет автоматически ездить. Вы только послушайте эти звуки. Но мы пока остановим этот танк, этот цирк. Смотрите, как он останавливается. Настоящий танк. Потом, Weapon Firing. Weapon Firing это, само собой, огонь из оружия. Weapon Online. То есть, оружие готово, грубо говоря, к атаке. То есть, данная кнопка выводит на позицию атаки. А это, соответственно, дает возможность ему атаковать. Тут находятся панели. Панели, соответственно, сообщают нам основную информацию. Панели, положение, собственно говоря, электроэнергию. И, скажем, комплектующие, которые необходимы. Ну, здесь все выполнено в шикарном стиле. Соответственно, все здорово. Мне нравится. А теперь давайте протестируем непосредственно само устройство. Потому что мне очень хочется, чтобы вы увидели, как оно двигается. Итак, если мы жмем на клавишу W, мы начинаем наше движение. В принципе. И двигается он тоже. Круто. Ам. Ой-ой-ой. Кто-то по нам стреляет. Какого черта? Да, там турели разошлись. Видимо, они стояли на автоогне. И, как мы видим, даже такой огонь наш клеймор выдержал. Вы только посмотрите. Вот то, что сейчас случилось, оно было совсем не запланировано, ребята. Это просто произошло. Но, и как вы видите, да, передняя носовая часть нашего танка пострадала. Но, тем не менее, мы продолжаем наше движение. То есть. Итак, поворачиваем мы таким вот образом. Само собой. То есть. Если мы просто нажмем налево-направо, мы не будем поворачивать. Но, если мы жмем вперед и налево. Ну, думаю, вы знаете систему, как крутится гусеница у танков. Вот здесь совершенно все реалистично. Так же. Так же он едет назад, как и ездил вперед. И, несмотря после такой атаки, да, на наш танк, у нас есть возможность все еще вести огонь, кстати говоря. Можно включить дополнительные помощники в форме атмосферных движков, чтобы мы двигались быстрее. Как вы видите, мы движемся немного быстрее. Разгоняемся быстрее. Почти до скорости 7 с чем-то. Вот. Ну, в принципе, гусеничный танк не обязан быстро двигаться. Поэтому, думаю, с этим все понятно. По крайней мере, в этой игре с этой механикой вообще создать что-то подобное это уже чудо. Так. Следующее. Посмотрим. Какие у нас здесь кнопки есть? Клавиша 1 это автодвижение вперед, авто вперед. Второе это трастер резист. То есть то, что мы включаем наши трастеры. То есть двигатели, которые сзади для ускорения. Третье. Fire Particle Cannon. То есть открыть огонь из пушки, которая стреляет головками. И четвертое. Это Ready Particle Cannon. То есть четвертое. Это приготовить эту самую пушку. То есть возвести ее. Пятое. Это включение наших турелей гатлинга. Шестое. Это камера. Само собой. Седьмое. Это auto... Так. Седьмое что это такое? А. Пятое. Это обычные гатлинги. Давайте их попробуем. Да. Только я нифига не вижу. Но то, что осталось от гатлингов, наверное, стреляет. Ну, от них в принципе осталось. Да. Три пушечки. Но ничего. Три пушечки с копеечкой. Дальше у нас идет карджак. Карджак это особая функция. Сейчас вы ее увидите. Это подъем поршней. И... Декапл трекс. То есть... Декапл трекс это снять блокировку роторов, чтобы мы могли ездить. Грубо говоря, ручник. Итак. Сейчас мы увидим, что такое. Вот это с восьмерки начнем. У нас вылезают такие вот поршни. Зачем они нужны? Чтобы во время огня у нас не было, скажем, раскачивания, отдачи сильной. Давайте-ка мы все-таки взведем наше оружие. Вот взводится оно таким образом. И сейчас будет огонь, ребята. Сейчас будет немного смешно. Потому что данная пушка, к сожалению, не работает должным образом. Раньше она работала, но... Давайте посмотрим, что она умеет делать. Как-то вот таким образом выглядит ее атака. То есть... К сожалению, что-то происходит странное. И данные головки, они не выстреливают. Они просто дергаются. У автора в этом, значит, мастерской есть видео, в котором это все работает очень даже хорошо. Но как бы я не пытался это исправить, у меня это не вышло. Может быть у вас получится. И я думаю, вы поняли, как работает данная штука. То есть когда вы подъезжаете, целитесь и начинаете стрелять. Ну, там, не знаю, наверное, примеряйтесь этим. Камеры и пли. Правда, систему прицеливания я не знаю, какая она здесь. Но, тем не менее, в принципе, надеюсь, она работает. Так что такой вот механизм с этим довольно любопытный. Согласитесь, что подобного вы еще не видели. И поэтому это достойно внимания. Итак, давайте мы уберем нашу пушку. И, как я просил, конечно же, сейчас будет краш-тест, который вы любите. И не просто краш-тест, а минное поле. Да-да-да, минное поле. Так что, приготовьтесь, сейчас будет жарко. Итак, дорогие друзья, я все подготовил. К огромному сожалению, к огромному сожалению, разработчики пофиксили, или, не знаю, убрали в игре возможность класть под землю. То есть утоплять малые блоки, то есть малую сетку. Именно из-за этой причины, точнее, по этой причине, большинство моих проектов, где были минные поля, уже не работают. Именно по этой самой причине я вынужден был построить вот такую вот плоскую площадь. Грубо говоря, да, условно дорогу. И пометить ее конкретно для данного теста, что здесь есть мины, что лур вперед, езжай конкретно по минам. Да, и по этой причине сегодня будет такой вот пол. Но мы что-нибудь, конечно, придумаем. Я думаю, все-таки мы найдем способ утопить малые блоки под землю, чтобы минное поле было минным полем. И давайте же мы сейчас протестируем, как будет машина себя вести, когда она наедет на мину и поторвется снизу. Мне это очень любопытно, потому что здесь очень много составляющих частей. И по этой самой причине я сейчас залезаю, значит, назад и... Так, так, закрываем. А, точнее, через пульт, к сожалению, мы не закроем эту дверцу. Кстати говоря, да, имейте в виду, что только вручное. Так, максимум реализма. Ну что ж, начинаем наш тест. Итак, дорогие друзья, сейчас будет очень любопытный тест, как подорвется наша техника. И прямо сейчас я проедусь его знаменитой гуслей по этой мине и посмотрим, как она переживет данный взрыв. Но, мы не успокоим, но... Ух ты ж... Ух ты ж... Так, гуслю сняла. Гуслей снимается прям на ура. То есть, вот такое вот дело. Упс, так, где моя камера? Ох, какие у нас повреждения-то. Понятно. Но, интересно, сможет ли он ездить вообще на одной гусле? Давайте попробуем. Посмотрим, проверим. Так. Вроде бы что-то делает. Что-то пытается делать. Так, ну-ка. Нет, он не особо... Как бы... Любитель. О, вроде бы едет. Вот ему надо избавиться от этих вот... Старых треков. Может быть, он даже будет ездить. Худо-бедно, худо-бедно. Давай, я в тебя верю. Ты можешь... Блин, нет. Он все-таки... Он все-таки пытается. Давай, давай. Но из-за того, что он провалился сюда, так сказать... Он не особо и хочет ездить. Так что вот так вот, дорогие друзья. Когда вы теряете гуслю... Всегда такая проблема. И эту гуслю просто так не починишь, блин. На поле боя-то по-быстрому. Как это делают обычно танкисты. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну жми, жми, жми. Ты можешь, я знаю. Ой, бля, нет. Не хватает мощности. Мощности явно не хватает. А если мы... Карджак. Это другое. Тикс. Где? У нас должны быть стопудово здесь... Так, у нас должны быть... Подвеска. Мы, если увеличим мощность... Нет, от мощности ничего не поменялось, к сожалению. Ну, в общем, такие вот дела. Я думаю, вы видите, как все бывает. Осталось только сделать так. Да. Сделать так. Блин. Ну, выпусти меня. Яша, не балуй. Что там происходит? Кажется, кое-кто проваливается кое-куда. Так, эй. Окей. Эй. Я надеюсь... Кстати, создатель данной машины... Брюс Лидл Лидл Лидл. Как и предыдущий. Да, мы так успешненько пытаемся провалиться внутрь. Итак, мы делаем так. Да что-то же происходит здесь. Движок какая-то. Ладно, мы сейчас сделаем вот как. Где-то у нас тут боеголовка. Я предпочитаю все добивать, так сказать. И отходим на безопасное расстояние. И наслаждаемся видом. Сейчас будет опять капуум. И нахуй. О, да. Да, танк разворотило очень эффектно. И да, что-то от него вниз до провалилось. Так что, вот такие вот дела, дорогие друзья. С вами был Лурли Мур. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И до скорых встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok